Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксёнов, и извиняюсь, что долго не было видео, я был в небольшой поездке. Но теперь я дома, и пришло время разгребать все те игры, которые успели выйти. Сегодня по традиции расскажу о пяти из них. Но если видео наберёт хотя бы, ну, 2000 лайков, то завтра выложу ещё одну дополнительную подборку. Ну а если нет, то ждите её в среду. Начну сегодняшний выпуск, четвёртая часть, отличной головоломки Ксон. В ней, как и в предыдущих частях, вам необходимо изучать окружающий мир, искать пути взаимодействия с ним и таким образом выбраться с локации. Традиционная игра обладает отличным уровнем графики, который позволяет хорошо передать красоты данного мира. Из интересных особенностей стоит отметить возможность настройки скорости перемещения и вращения камеры. Если вы играли в предыдущей части, то я думаю, даже не стоит говорить, что игра действительно стоит того. Но если вы впервые слышите о ней, то рекомендую начать прохождение с самой первой части и постепенно добраться до четвёртой. Уверяю, игра вас не разочарует. Правда, нужно помнить, что порой не всё понятно, и у некоторых при прохождении могут возникнуть большие трудности. Вторая игра – это новый хоррор от EG Project под названием «Легенда холмов». Действие игры происходит недалеко от Киева, в одной из местных деревень. В здании бывшей церкви находилась психиатрическая клиника, в которой происходили достаточно странные события. Но вы отправляетесь туда не за приключениями и разгадкой аномалий, а за тем, чтобы найти вход в древние подземелья, которые по легендам хранят в себе неслыханные сокровища. Но ваш путь будет не таким простым, как вы могли подумать изначально. В плане графики и реализации игра выполнена на традиционно высоком уровне, благодаря чему получаешь море приятных впечатлений. Сказать, что игра пугает, наверное, сложно, а вот что держит в напряжении – это точно. В Google Play присутствуют две версии – полная платная, а также бесплатная демка, которая позволит вам понять, стоит вам совершать покупку или же нет. Третья игра называется Caterzilla, и это очень яркий и приятный глазу платформер, повествующий нам о приключениях гусеницы. Каждый уровень в игре представляет из себя своеобразные островки, по которым вы можете перемещаться, а также перепрыгивать с одного на другой. Задача каждого левела заключается в поедании фруктов, которые увеличивают длину гусеницы, сборе звезд, взаимодействии с различными элементами, сражении с противниками и боссами. Всего в игре вас ждет 4 мира, включающие в себя 32 хорошо проработанных уровня. Игра зацепила меня с первой минуты, поэтому если вам не жалко почти 200 рублей, то рекомендую вам ее к покупке. На фоне чемпионата по футболу вышло очень много игр около футбольной тематики. Не все из них хорошие, но вот Сокер Хит меня приятно удивила и затянула. Управление в игре осуществляется с помощью свайпов и тапов. Свайпы позволяют вам выбрать направление и силу удара, а тапы позволяют вам отнять мяч у соперников. Главная и основная тактика игры, которой нужно следовать с самого начала, заключается в том, что нужно действовать крайне быстро, ведь времени на раздумья у вас совершенно не будет. В игре вас ждет 7 различных кубков, режим карьеры, а также быстрая игра для тех, кто просто хочет поубивать свое время. Завершая сегодняшний выпуск, новая игра от Геймлофт под названием «Черный список. Заговор». Она представляет для себя квест в духе поиска предметов. И насколько я помню, ранее данная студия не выпускала игр данного жанра. То есть можно сказать, это ее первая ласточка. Думаю, не стоит отрицать, что Геймлофт уделила достаточно внимания проработке сюжета, диалогам и графике. Игра смотрится очень красиво. Также плюсом является то, что кроме поиска предметов и списка, вам предстоит собирать улики, делать исследования и проводить допросы. Нашлось место в игре и нелинейности. Все ваши решения будут влиять на сюжет и дальнейшее прохождение. Из минусов стоит отметить однообразность игры, но этим страдают все игры данного жанра. А также присутствие энергии, которая будет ограничивать время вашей игры. На этом все. Не забывайте, что от ваших лайков зависит, будет ли дополнительный выпуск завтра или же нет. Всем пока, а впереди у меня для вас еще много всего интересного.